Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 в игре team x да в принципе что они могли увидеть позиции в пленте позиции постоянно в районе дуба на все эти перетяжки позиции под б можно можно ходить на самом деле бы убивать вот на хотели часто поляки но тут очень классные ретейки на самом деле team x они тут абсолютно не теряются ситуациях да там единственно что можно за это сто процентов чтобы что-то наверное в двух раундах либо одном точно из трех раундов на б будут играть один сорти один просто в пленту и вот где-то воспользоваться этим как поляки все таки это вот не так давно видели ребята из нас у кого возможно мы больше как раз увидим выходов на b попыток возможно чем на . вот мне интересно если смотрели то должны пробовать я бы на самом деле попытался от литла поиграть он довольно жесткий снайпер возможно навязать конкуренцию все-таки в центре карты хотя опять же . можно всегда пробовать они видели перетяжки они видели как смещается team x командно именно причем большое количество раундов я уверен разбирали по ходу не хотели вот именно этот мираж сыграть своими оппонентами ну что же смотрим за продолжение вот он яркий пример когда отдается база сюда спокойно выходит команда атаки ну и вот теперь смотрим за действиями уже в точке отличные все конечно же дымы зашли в ответ обновляется дым кучер важнейший минус сейчас забирает моде по 1 положили электроника там конечно пойму на топол не туда их а ешка зашла этот парень чекает какая разница зато он убивается отлично и теперь уже можно уходить на сейф но зато тут слабе знал о спазе знал об этом таком маневре по крайней мере точно ожидал а это более-менее дефолт когда уже отправляет этого террориста под шор тут выбивать и посмотри уже мало времени остается они все пробуют а вот теперь уже стоит точно до конца доиграть в дымах сидит игрок электроник раз обчихся все равно в лэй диффузе ты по моему он успеет успеет еще один пошел спину оббегать что как это происходит черт возьми 5 1 затем x но ксу кау такой ретейк меньшинстве показали тим их 5 3 уже при половина времени уже бомбы пикающий и электро проект про электроника вообще забыли то есть он там давал фраги и пацаны забили не забыли навек не по шансам вышел чуть не попал там вроде бы и должен был попадать но вроде бы и не все так просто но это неприятненькие новости для любителей нашего контр страйка вот так и получается вроде бы выходит бомбу ставят в большинстве даже но ксу кау ну где-то ошибаются где-то их просто переигрывают вот интересная подсадка на самом деле в центре к сожалению не полез сейчас смотреть дефолтик в исполнении но ксу кау возможно сейчас двое отлично кучеру просто вышел с подвала сам остался красным но и фриз чуть-чуть агрессивно как-то не по таймингу пошел чекать подвал так и в прошлом раунде кучер я помню сделаем 3 фраг главное удержаться за это большинство и даже если размениваться то хотя бы один в один бомба стоит литл контролирует центр карты вернулись все-таки в а судя по всему но ксу кау потому что парень на коврах все-таки идет до конца что у нас team x в очередной раз по всей видимости будут вынуждены делать ретейк точке а вот глэйв пошел просто сейчас в яму вы могут просто тут не ожидать ну что же давайте посмотрим тут реально он может порубить двоих вот эти гранаты кучер 2 10 на шрифте пошел первый литл с авиком да уже поздно 4 4 пошла перетяжка трое вот-вот будут на точке а можно быстрее нужно спас по моему видел или нет не знает но тем не менее сам вышел глэйв на прицел а четко четко на самом деле тут спас поставила вот глэйв ну наверное можно было по пассивнее сыграть 2 в.п. на выбивании правда и . все еще не до конца занята моде убирает ковры им да хорошо работает с контровского спауна чуть чуть подальше отошел от позиции дэл фана ну и уже подтянулся тиммейт валда хорошо работает сегодня то же самое в каждом раунде валда дает трипл килл был антри фраг было понимание куда они идут нашли глэйва ну почему-то раунды не выигрываются не зашло не зашло пока что начало первой карты тим x уверенно защищаются их экономика растет ну а ног сокау пытаются по-прежнему комбинировать посмотрим вот с кончиком ожидали то что ребята будут работать на бп ленте но как по факту видим абсолютно противоположной ситуации и постоянные попытки давления об лента ну и вот снова ненужный чай минус в ответ не залетела ну как так фриз отвечает разменам действительно казалось глэйв там сделай дабл фриз как-то индивидуально работает ой-ой-ой просто в упор пришел игрок сейчас веселой ситуации в дымах кто это весело 2 в 414 на 5 все-таки подловил красавчики я думал там сейчас игра команды ног сокау пошумит немножечко там посуетит своих соперников дымах но нет литва загоняют все 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 очень четко уверенно потеряв всего лишь двоих игроков 71 ну и первая карта просто под откос уходит да в одну калитку залетает раунд за раундом учеба пора только один фраг кстати по итогу восьми сыгранных ну вот надо было раунды 54 брать надо было хорошо размениваться там 53 был раунда ну есть игра вроде есть стрельба но счет нам говорит что да вроде это все есть но к сожалению тем их сберут нужные раунды в нужный момент они враги или это не бы все это подвал очень быстро смотрим что дальше там слышно шарта как они конечно слышали причем всех четырех поэтому фриз вышел почти галакой никто не напрягал человек с бомбой и поэтому не напрягал в центре полное чтение и по-моему ни одного фрага не будет там сложно было и не прочитать просто бежит табун 4 игрока да без шансов 50 в этом метро 81 вот этого я и боялся что вот прям совсем все проще пять ковры разыграть они опять же видели как поляки их разыгрывали они видели что локс у кау очень часто отдают точку и не всегда там в пленте есть игрок либо под дьямы поэтому там выпрыгнуть с теми же даже деглами двумя там было бы нормально увы 81 парни соберитесь а то счет как-то неприятно да сейчас конечно грустный вот что ты там делал вот и мне прикрывал пытался уже сесть прицелиться дать прокид чисто полевой какой-то слово неждан в исполнении ног сука он ну и пока что абсолютно логично что тимык побеждают просто в салат еще не по не вышли в мидл все умерли об спину на получилось конечно по фрагам жалко что вот этот но как он сделал его не катают вот надо надо можно было навязать эту свою игру мы видели когда гаги начинали там грамотно массово ползать и просто в одновременно выходить этого уже где-то местами хватало против тимыкс и есть же там парней стрельба там молодые должны пыхтящие стараться очень сильный причем то что там стараться они умеют хорошо стрелять там и чоппер казалось электроник там со своей сумасшедшей статистикой уже бы к середине лета концовки лета уже могли бы и форму набрать ну вот интересно что будет дальше с этой командой будут ли они все-таки трениться показывать результат хотя понятно что чемпионат решают нужно отыграть пару ланов и уже тогда должна появляться игра либо разбираться команда рассыпаться если игра не появляется но и очень важно вот постоянно участвовать на чемпионатах очень важно постоянно играть сильным соперником это конечно вроде бы ты вот я говорю про средний команды тир-2 они вроде бы и топовые но при этом конечно на там на ответственных стадиях всегда могут потащить своих оппонентов при этом любой момент они могут выстрелить если сыграют на сто процентов и выиграть своих врагов да это четко когда действительно аутсайдер начинают тащить у нас уже было такое в рамках группового этапа просто морали мало я понимаю но ксука у прекрасно может быть и где-то хотели бы не подключить внутренние резервы где-то очень сильно стараться но немного расслабленно все равно играют но если понимаю что ты уже не да если бы игра решала типа все сейчас берем мираж выходим на лан какую-нибудь или хотя бы во второй тур я думаю те люди которые делали ставки они очень правильно все просчитали понимали что где-то без морали могут выйти на ксука у наши обычно такие моменты не пыхтят все таки в редком в редком случае не знаю ну или если когда нужно вот поднять мораль просто команде если бы пошло по старту но мы видим самого начала датчане начали тащить начали действительно перестреливать и сейчас уже 91 пошел раунд под номером 11 2 безответный минуса 9 безответных раундов пока что заходит это уже другая совершенно история но и в принципе уже наверно стоит цель вот теперь точно пойдут или не должен уйти последний игрок хотя мы увидим здесь папа хотел выйти на опережение наконец-то чопард сдал красивую серию фрагов до этого мы не видели это ярких выбор от него вот и получилось умеют же стрелять то вот умеют и самом-то деле команда симпатична и хотелось бы чтобы ребята вот как-то нашли время литл наконец как-то полностью бы отдался контур страйку и вот если бы ничего не отвлекал этого парня он ну не знаю могут может хороший коллектив вокруг себя сплотить потренировать и не надеюсь все таки это время желание есть дал команды и найдется дополнительное финансирование да пока в таком подвешенном состоянии находятся ребята действительно мы будем следить будем следить за этой командой может быть что-нибудь и получится но пока кучер погибает мы видим на спуске в метро главе кстати пошел до конца соло вот увидит ай тайминг так тяжеловато было чопор на самом деле с этим фрагом ну и тут же второй игрок подключается электроник в спине так здесь можно попытаться как-то там наделать фраги но если сейчас найдут бомбу это будет очень печально тут пока фриз находит прострела в литла наверное до бомбы не дойдет просто как-то вот так выходит игрок атаки один из я мы тут тайминг у фриса и принципе может получиться что сейчас фриса просто спину убьют вот так и куда ладно все-таки есть минус хорошо электроник красавчик так 24 разобрались очень важно что спас дал минус из ямы до конца халдил и один на один но вспомнили про бомбу спазу пришлось возвращаться за ней все забрал забрал все так хотела вы чтоб замазал по бомбе так по таймингу здесь тоже снайпе сейчас будет перетягиваться судя по калашу есть инфа что очень битый соперник и хорошо чтобы по идее бомбочка будет ставится и у спаза будет время куда-то уйти и уже нужно будет кто так открыто он ставит вроде бы типа под шорт хотя обманывай обман вот он контакт ну а ей действие ппп да здесь нужно было просто урубать вырубать хочу жить хочу от шотору снапе вроде бы топал вот он раунд один на один не доиграли на сука у хотя клач был четкий 2 в 4 эти на на развалившиеся тушки датские счет счет говорит сам за себя 10 2 на карте мираж ну что ж друзья сезон обещает быть интересным квалификации первые игры уже пошли не то что первые игры уже так да уже три группы считай сыграли за 3 нормально так отгремели здесь бои но самое интересное конечно же впереди очень интересный список команд приглашенных надеюсь что многие смогут подтвердить это участие вот непонятно что с бразильцами уже непонятно да вот посетит новостей что с бразильцами еще непонятно может кто-то еще за решать мы ждем новостей электроник фриз хороший размер снова попытка продавить а плент и в очередной раз пока что неплохо для себя размениваются тимык снова работа на приеме вот здесь момент зацепиться на прав отлично второго нет получилось сразу же отвечает снэпи но и 32 электроник на пленте и второй игрок также заходит . это спас нормально нормально спас разобрался со снапис кт куда-то торопится валды оставляет последнего фриса но этот парень не теряется есть инфа нет 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 инфы что на сэндвич игрок и ошибается фриз хороший спас но это только третий раунд для ног сукал тут уже датчане как-то по одному пошли на этот ритейк когда еще даже бомбы не было вот я хотел как раз сказать что бомбы не было и они ломанулись как-то все равно да вот агрессивно действовали хотели такая побыстрее уже побыстрее закончить и кстати деньги закончили ребята только чат допустил глаза вот пишут что звуком какие-то проблемы надеюсь это уже по фикшену такое случается вещание то появляется то исчезает надеюсь она не будет случаться хотелось бы вот если отдадут тимыкс 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 и этот раунд сукал могут и 10 5 на самом деле закончить потому что закупились в ноль датчане пишут что с бразильцами что же с бразильцами но написал фир что что-то не так у него с дыханием нужно сделать операцию на носу операция там месяц за ним будут следить в общем то выпадает два месяца ну и в общем то команда сама сказала что налана без него не понять цели замену кто не читал новости читайте есть новость на сайте стартов до шоу-тайм довольно забавно его кикнули из иммортал с и вот есть возможность проявить себя в сильном коллективе планеты так ошибка цена пидают дают 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 играть ребята и получил вал пуска что тоже не добрал своего оппонента главе хорошо про чекал спаса который смотрел поджим со спины ну и теперь в принципе пока еще играбельность в коврах коврах то типа нему нет информации или есть от ну и была информация ай-яй-яй вот этого не ждут ой-яй-яй второго забирает забирать забирать можно легко шьет правильно рядышком но все-таки не туда и отлично работает чоппер глэйв на самом деле мог уже в яму уйти но он остается до конца близко главное литлу не оплошать чё про вообще может не высохнуться так со звуком все норм пишет народ ну хорошо отлично да литл ставит точку в этом раунде вот тебе и мини камбэк как бы на пятерку выходить изи как называется сайт где все новости про кс так google ком наверно потому что сайтов вроде бы много на самом деле половина новостей это кто-то что-то написал в твиттер вообще да и кто-то что-то зарепостил кто-то что-то у кого-то своровал вот я сам жду уже сколько ли сколько лет когда уже star ladder сделает ресурс уже на котором будут все новости про конкурс все твиттера здорово тут аркада медла но именно адекватно потому что знаете у нас противно журналистика такая вот иногда не письме читают то что пишет вообще ну да половина просто копирует вставляет и все нормально или не на том акцентирует внимание вот все написали что там 10 миллионов сделка navi и virtus pro а то что это для киберспорта как будто реал купил часть барселоны про это никто не написал да ну ладно окей есть есть такое дело ну хотя бы новость появилась это же это хорошо что стопе моде вдвоем причем они вообще под бы тусуются ног сукал ну могут как бы 10-5 как не вешать нос гардомариной камбэк вероятен да ну вот нам подсказывать я думаю этот сайт уже просто любой юзер контур страйка должен знать еще со времен там 16 даже не 16 там 1 и 5 и первых версий как только появилась лтв в кейсе так и сайт появился да да замечательный репортаж раньше был классный американский сайт фраг ком да как-то он так назывался да да и там для любителей истории там по моему даже еще по году два назад там были эти самые старые древние демки из древних версий на может и сейчас где-то мы играли первые папки да в принципе да в интернетах хватает старых версий тоже кс а там можно пофанится поделать много прикольных как играли раньше например как играют сегодня еще там взять демки времен шариковых мышек пацаны вообще сенсу не могли настроить аркада б пистолетка но и смотрим как тут чем он услышал но никто на хилпу не идет двое ва сидят есть сорте и тиммейт правда вот после того как получил наверно будет большие проблемы но тут ой все-таки главе вовремя дает минусы еще и уходит из кухни но так пока что печально обычно отдают а получилось бы отдали ну кой тяжело ретейкать просто эти два прохода узких цикала все-таки молочаги по концовке таком сложном матче выдавили свои раунды здесь как же долго убивают но все-таки справились и очень даже легко в этой пистолетке тим x 11 5 форсет но к сакау по идее мы сейчас увидим ну и тяжелая первая карта однозначно никто легкой наверно карты и не ждал тут все таки команды не из робкого десятка будут тащить до конца как одни так и вторые что там по форсбай а где он а где форсбай 1200 решаю все таки фармить экономику решает немного ну наверное сыграть на перспективу где-то россияне тем их соответственно две импишки и довольно серьезная заявочка на фарм где новости про navi и vp 10 миллионов до в google зайдите и там будет написано что бывшие владельцы виртуз про прочитайте холдинг да про холдинг есть форс написано хорошие новости для для наших отечественных вот интересные такие новости журналистов заходите читать с полугодичным опозданием наконец-то об этом зато было сообщили там все тайное становится явным ну а спасти временем разменялся кстати в карте хотя но атака снова открылась в практически тот же раунд на с тем же результатом будет так так нам пока что это overpass пока что вот мы наблюдаем те же карты у нас мираж overpass правда 3 кэш но тут что-то по-моему навряд ли до нее дойдет если максу кавань ну не включится просто я думаю что тим икс по миражу это точно сделают изменения и вот вот так жестко брутально ошибаться они не будут как против польской команды этот так не будет оверпас этот оверпас может быть поинтереснее от тим икс и ну надо как-то пробовать браться еще сейчас пока еще еще какие-то шансы есть не вешать нос но опять же как его не вешать когда ты из группы не выходят не выходишь и тут эти парни тащат уже и дача не могли на самом деле так подросла блин и катает но мы еще эти фанаты контр-страйка залили не на тебя то вообще что такое на самом деле вот если выиграли те 12 процентов могли очень жестко обрадоваться и ставили еще год наверно эту команду после такого кд после 12 процентов мы видим очень конечно тяжело но ксукао два эка сейчас второе для них ну а тем их соответственно заберут скорее всего 13 если не случится чудо и чудо может произойти стак под базой а именно сюда сейчас направляется звено атаки 2 2 1 ну что ж хорошая засадка может быть получится но мы понимаем что очень важный антрекил где у нас деглы давайте по ним пройдемся это куча это спас увидел пошли нет нет здесь развал это как на трене засада выходит атакой даже одного минуса не происходит вот такая ситуация один без потерь вот и засада сидели вроде бы всей команды действительно никто никого не убил там по пол хп сняли с напи и моде ну что лебединая песня возможно последний форсбай полноценную ног сукао 2 в пм кстати можно подметить кучер стал брать второе в п а вот вижу уже не в первый раз его все правильно всю жизнь его поиграл меняться чего чего себе жизнь ломать смотреть может быть словит какого-нибудь датчанина шального или шведа да нужно нужно сейчас очень нужно брать раунд иначе наверное тяжеловато будет как-то вот потащить такую игру с неприятнейшего счета там будет плохая экономика ну вы все понимаете в общем то давайте просто наслаждаться интересным возможно контр-страйком если сейчас ног сукао соберутся но и пока мы видим уже второй игрок стягивается по точку а у тимикс есть яма есть ковры трое медли под коннектором может быть замутят какую-то посадку либо просто заходят в коннектор и сейчас под раскидочку будут врываться грубо говоря почти со всех электроник развернулся но там начали топать флешка щетка электроник тем не менее на поливы и где враги электроник сделать что-нибудь зато тиммейты делают минус четыре уже и остается у нас один снаппи а то есть фраги атака вроде бы захлебнулась а вот этот хэдшот по моему даже наши обсерверы не ожидали но снаппи не так простой если подловит какой тайминг смотри да ладно поменял девайсы по моему как раз вылетающую пушку увидел игрок на как в магазине тут подбирает девайсы бомбу 40 секунд на таймере там спас штрафует последнего датчанина ну странный был выход ну типа три коннектор даже ну флешка то слепила электроника но там достаточно было просто зажать и в итоге электроник там остановилась этот врыв ну что же неплохо подсобрались но опять же потеряли кучу девайсов и осталось всего лишь две пушки поэтому экономика по-прежнему на волоске на нуле где-то такая же но чуть получше у тимикс и все-таки сторона у них также получше бомбу поставят еще будет получше пока да действительно проблем не испытывают по крайней мере в этом раунде 4 калаша в пф спас видит первого но фриз вот снова вот такие фраги он делает очень уверенно он когда-то понимает что соперник сразу не убивает он именно до конца наводится никакой быстрой стрельбы там ковбойской это работает мы видим только пол хп даже чуть меньше потерял а фриз снафи видел снапи вот я думал что движение вперед его сейчас подловит электроник но нет снапи очень уверенно хорошо прицелился хороший хэдшот 5 в 3 вот такое надо спокойно доигрывать конечно же тимикс но литл убирает снайпер от датской команды на ксокау не так просты правда теперь растянут по карте джангл делpan и и второй игрок сейчас кухни перемещается в район хабб и а бомба до скают бы а там тип вот это проблема бомба уже уходит по инфе валды которые уже вот-вот за и зашел в кухню проверяет шор для своего тиммейта и говорит ребята окажется у меня пусто я уже в кухне ой-ой-ой-ой-ой как старая добрая не палится не палится парень джангли что делать ну типа надо сэйвить по хорошему все-таки а в п дорогое тем более по моему там денег не будет сейчас гляну на скорботе а где погрузилась 5 вот он да да денег не будет нужно сэйви там 2000 улитла всех остальных поступочей а там накапс нажали вот так куча у кого-то на капсе стоит все может быть извините друзья сам появился я видел таких капсах я видел таких ребятам есть еще которые на правой кнопке вперед ходят привет в один из яс еще остались надеюсь я думаю в кэс гол тоже пришлось на правую вперед на а это колесико прыгает но вот и инверсии еще на мышку тупо с таким конфигом никто не может играть люди разные есть такие которые могут и он еще левша при этом и там без коврика играет это жестко ну все максу калбе и начали в обеспечивая ну чтоб совсем было тримать все выше перечисленное там нормально левша без коврика ну что ж ребят пока что действительно все идет к очень быстрый походу и такой не очень хорошей первой карте да там заходили раунды но вот продолжить свою серию так и не смогли как-то ребята очень долго здесь фриз не видел своего оппонента такой режим долгого прицеливания у фриса кстати фраги он делает нормально так шорт ну опять пустое б и вновь как видим туда идет вся над увидел шорт кучер пытается простреливать но за счет этого это был элитроник просто получает с а в.п. дошло давление кичин без разменов пока убирают с карты бедолаг из ног с укау три последних раунда первой половины все-таки вселили веру но какой-то камбэк на борьбу но как мы видим на смене сторон все в том же духе да сейчас нужно будет просто творить какие-то чудеса неимоверные показывать силушку богатырскую и это понятное дело практически нереально вот учитывает морально стройно это ничего не решающую игру либо его отсутствие но и концовка 15 до team x раунда и начинается куча маппоинтов на первую карту десяточка десяточка сзади все-таки дальше overpass он все-таки еще вот после матча с поляками я не буду говорить что здесь у закончена нет мы пока что видим мираж номер аж уже подходит к завершению который принципе неплохо играет дать им x четенько 15 6 там 4 фомаса в.п. и выход 5 яма но что-то тут совсем уже просто бегут 5 яма не по непросто раскидка стандартный такой раунд пора забыли забыли про кучера а вот даже реальная ошибка от ребят вот просто не проверить под коврами правда слабим хорошо разменял он вы их потеряли 3 3 ситуация при том 2 игрока битых а это вообще подгулявший просто снайпер выходит в дым с вп когда 3 в 3 ну понятно что на к т кто-то будет ну что ж забирает нет четверо его очень легко как-то вот ситуации 3 в 3 начали непонятно творить датчане бомбу то поставили под яму и под шорт но куда-то куда-то ломанулись там снайпер все-таки не было инфы видишь без инфы решили где-то агрессивнее сыграть поджать 30 может еще думал что он успеет и перетягивающихся ребят подловит но увы это не произошло надо в супер позднее хелпа пока там кучер двоих убил пока они пробежали но да ладно первый map point отыгран но преимущество очень большое я думаю что все кто смотрит этот матч абсолютно трезво оценивают шансы команды на к сукау понимают что почти сделали первую карту ребята из team x осталось просто дожать своих соперников одним уверенным раундом так молотов коннектор авик немножечко по другому стоял тем не менее решил дальше не стреляться с фризом там кстати из тоннеля сейчас будет открываться связка из двух игроков и электроник может там по крайней мере один минус сделать есть игрок в окнах слышу подвал электроник тоже пытается подрезать но дымы ему мешают и пока что здесь прошивают больше электроника опасно опасно не дает играть ему тут все-таки лучше позицию такую до конца не халдить спас интересная у него позиция конечно на обдауне но реализует ли он ее вот в чем вопрос литл помогает всячески пока я пытается там с окон накидать гранаты показать что я здесь я в джангли я в окне 4 middle вот такой вот раунд подсадка бомбы ну что спас дружище сможешь а из двух сторон и отлечет да просто убьет даже сразу да точка отличная была не реализована литл тем не менее разменивается подбирается бомба на один игрок если полетит дым джангл будет вообще очень очень люто он принципе так и лежит глэй вы видели в шарте еще мозг запарит и поэтому все на позициях останутся вот литл на кт ой все четверо выходят в одного электроник братан счастья тебе нормально перо убил за вторым не справляется моде прорывается вместе с плентом уже под базу а меньшинстве но к сукау кучер видит и убивает фриса еще прострелом еще и в голову фриса всегда наводился очень долго хотел на верочку теперь кучер был быстрее минус от чопера хорошо один лол надо было плентить моде моде ну совсем секунд даже если убьет кучера до оставить когда куда оставить но надеюсь там не вылезет чопер красавчик чоппер ушел еще один маппоинт отыгран ну и в принципе вот-вот и денежки по сути закончились так один купит дро форс от форс от конечно же дача не купил ну да конечно таймер подвел да и моде был же шанс поставить он почему-то решил под шорт у кого респауну из атаки у кого респауну из атаки а уже неважно пошли другую сторону я думаю что может быть сейчас вообще какой-то степом на просто полетят и закончат все нет решили сыграть через миддл и уже первый минус от фриса видимо у него был респаун как раз именно в другую сторону именно в па у него оказалось хватило денег на еще одного я просто намекаю что принц я думаю тоже должны учиться и вот таких иногда показывать респауны и одной второй команды именно до таймерс вы понимали кто на респауне побежит побежит или не побежит команда это очень важно подбежал и карта как даст мираж да практически на всех можно практически на всех от раз поиграть кэш тот же можно как от респа за атаку играть точнее кэш извините оверпас на кэш как раз лучше подсадку делать за атаку опа отдельная история фриса хорошо полетела по ходу этого раунда последний литл ну и походу дело это 16 для team x это выходит в дым и его штрафует снайпер но ничего страшного пока что первую карту проиграли опять же соперник разыгрался только что мираж играли в общем то все у них и получилось второй раз классно но может быть все таки тот самый оверпас который провалили тем их сейчас могут как-то на ксукао вытащить будем верить будем верить что именно на оверпасе все таки но ксукао покажут свое могущество свою мощь ну а датчане все-таки борется за 9 очков может быть там какой-то получше посев им дадут если с первого места группы они выйдут может бонус получит к зарплате от 1x сами от себя да что же ждем ждем вторую карту уже подожди может быть ладно